Никто не возражает против того факта, что земля Израиля была дана еврейскому народу всемогущим. В Бытии Бог говорит Аврааму, это земля от египетской реки. В зависимости от того, какому комментатору следовать, это либо Нил, согласно Раши, либо, согласно более умеренным комментаторам, это всего лишь река Ваде-эль-Ариш в Синае, что все равно означает, что Северный Синай наш. К сожалению, израильское правительство не следует ни Раши, ни Ибн-Эзре, ни Саади и Гауну. В любом случае, факт в том, что Всемогущий дал нам землю Израиля. Не в наших силах отдавать ее, если только речь не идет о спасении жизни. И древние, и современные авторитеты говорят, что если не возникает необходимости спасти жизнь, то отдача земли будет однозначным религиозным преступлением. Это очевидно. Всемогущий дал нам эту землю, поскольку сказал, «Эта земля драгоценная для меня». Он сказал, «Таким образом, избранный народ в избранной земле». Избранный народ в избранной земле. Я вдруг подумал, вот почему ни один еврей не должен жить в этой стране. И я не понимаю, что вы здесь делаете. Рамбам говорит следующее. «Нам не позволено оставить эту землю в руках кого бы то ни было из народов». Рамбам говорит, что есть прямая заповедь завоевать землю, начать войну, не отдавать ни пяти земли.